Еще раз всем здравствуйте! Разлохматилась, целый день бегаешь в кепке, конечно лохматушки теперь вот записала сегодня днем на прогулке видео о наболевшем я уже говорила что в местной группе я прочитала ой лучше не заходить в группы и не читать потому что одно расстройство а в нашей местной группе родезийцев в породной группе прочитала я вопрос там задавала девушка видимо может женщина задавали там вопрос о том как стричь когти собаки кто как срежет когти в чем была суть вопроса в том что собака потеряла доверие мой это вообще чем такая сейчас я постараюсь как-нибудь помягче об этом говорить чтобы никого не обидеть не обижайтесь пожалуйста просто для меня это настолько странная тема собаки обрезали коготь пошла кровь и собака потеряла доверие и теперь как бы это доверие хозяин нужно восстановить и каким образом там при помощи лакомства значит кучу лакомства давать и заново обучать собаку давать лапу позволять там стричь коготочки ребята что это такое ну что это причем когда новички с новичками все ясно тут вообще без вопросов они не знают они спрашивают они но когда такие советы дают зрелые старички моему негодованию нет предела ребята вы серьезно вот сейчас вы серьезно я прочитала я второй день не могу успокоиться а почему не могу успокоиться потому что это уровень мышления владельцев собак вы понимаете как может собака терять доверие к хозяину ну если вы собаку лупите периодически и поэтому она вам не доверяет тут без разговоров тут мы не о клинике говорим мы говорим о нормальном владельце который искренне думает что он должен восстановить доверие собаки к себе взрослой собаки к себе доверие которые почему-то по каким-то волшебным образом исчезла от того что ей постригли коготочек как вы будете восстанавливать доверие значит вы и лакомство должны какое-то подбирать понимаете какой прогиб под потребности собачки насколько это со стороны смотрится нелепо вы только задумайтесь танцы с бубнами буквально перед собакой это нелепо вы задумайтесь только что вы делаете мы очень любим собак своих но мы не должны превращаться в шамана с бубном ребята что вы творите не сажайте собачек себе на голову чтобы потом не рыдать горькими слезами это так условно ребята мои дорогие любимые в предыдущем видео я вам уши прожужжала статус номер один что должно быть у вас голове статус 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 волшебное слово статус собаки так устроены ребята давайте ничего не придумывать давайте будем уважать природу этих замечательных животных не нужно их очеловечивать так же как нам самим не нужно особачиваться есть такое слово если нет то будет понимаете о чем я не нужно навязывать собакам какие-то нами придуманные моменты это у нас голове это мы думаем что они потеряли доверие а на самом деле не было этого доверия если оно теряется от коготочка нечаянно состриженного не было не было основы ваших взаимоотношений где вы как статусная особь объясняете собаки что вы хотите ей постричь когти заметьте очень многие почему-то думают что работа с собакой тренировка там собакой установление статуса собакой обязательно несет в себе какой-то физический дискомфорт для собаки элементы жестокости и вся вот эта чушь и дребедень которая почему-то как шлейф тянется это знаете вот из разряда мифы и реальность мифы о кинологии мы развенчиваем не нужно думать что каким-то физическим способом воздействия на собаку грубого этим самым вы установите вот тот самый пресловутый нужный статус ведь мы говорим не о доминантности а статусности я не люблю слово вожак потому что все таки мы люди мы не звери но тем не менее эта схема условная она во взаимоотношениях собакой она должна всегда у вас быть красной линии в голове всегда если мы общаемся с животным мы должны изучать и применять если бы мы общались с лошадью к примеру мы бы изучали модель поведения именно этого животного если бы мы захотели взаимодействовать с дельфином мы бы тоже сначала изучили также собачки собаками они настолько близко всегда к человеку живут бог о бог что каждый человек считает себя специалистом в этой области иногда просто советы такие дремучие что иногда до сомневаешься в адекватности людей совсем недавно с мужчиной мы общались и он мне рассказывает с долей хвостовства кстати вот чтобы вы понимали до голосе что о том он мне поведал о том что у него была кавказская овчарка кавказер от которого отказались бывшие владельцы потому что собака неуправляемая агрессивная и все что только можно говорить о собаке было сказано ну кавказская овчарка этим все сказано да кавказер в самом лучшем понимании этого слова специалисты знают о чем я говорю и он нашел к ней способ подчинение собаки себе периодически избивая ее сажая в мешок чтобы у собаки не было возможности как следует дать сдачи сажая собаку в мешок он ее избивал и где-то на неделю избитая собака по его словам начинала его слушаться ребята мои люди почему покупая машину вы сначала сдаете на права учитесь ее водить почему покупая собаку приобретая щенка или приютив у себя щенка или собачку почему когда появляется в вашем доме собака первым делом вы не задумываетесь о том как грамотно выстроить с ней отношения почему об этом начинаете думать только тогда когда возникают уже какие-то проблемы когда время упущено когда у вас уже взрослая собака с которой вы жили прожили и не сделали главного не выстроили не выстроили правильных отношений с животным почему почему потом вы пытаетесь поправить следствие собака на прогулке собака дома все грызет собака уничтожает вам дом громит ваше жилище собака собака на улице вас не слышит не слушает попросту нет управления отсутствует управление одно дело когда вы позволяете к примеру вот знаете и позволяете какие-то такие некие шалости вот это не об этом речь о том что когда вам действительно нужно собака должна вас услышать иногда это спасает жизнь собаки прежде всего прежде всего вашей собаки почему вы этого не делаете почему кинологи всегда в приватных беседах всегда критикуемые личности ребята вы можете к любому кинологу прийти и сделать то что вам нужно на площадке вам совсем не обязательно повторять за кинологом позволять кинологу дрессировать свою собаку совсем не нужно вам нужно прийти на площадку где занимаются собаки владельцы собаками инструктор и там набраться знаний хотя бы элементарных можно очень многого добиться по видео в интернете просто смотрите совершенно разные но в чем опасность вот таких моментов в том что вы будете листать у вас очень многие школы перед глазами мелькнут разные методы и новичок очень теряется в таких моментах что выбрать как сделать вам нужен человек который вас направит объяснит покажет вам объяснит и вам покажет не собаки собаку будете учить вы только так не позволяйте свою собаку дрессировать никому каким бы авторитетным кинолог вам не показался не отдавайте свою собаку на дрессировку по сути чужому человеку только сами только сами вы должны выстроить отношения со своей собакой только вы сами это будет получаться неловко особенно если у вас первая собака мы не говорим о том чтобы вы становились профессионалом сразу но какие-то общие моменты вы научитесь понимать вам объяснят и подскажут на площадке вы собаку не учите сидеть лежать стоять дай лапу трюковая какая-то дрессировка это все только инструменты это все только написание букв в букв в букваре да собака от природы уже умеет сидеть и уже умеет стоять и лежать она умеет и учить это этому ее не нужно как ошибочно некоторые думают что когда они приходят на площадку к кинологу кинолог их учит сидеть учит собаку сидеть лежать стоять собачки это все умеют их учить этому в принципе не нужно а что мы делаем на площадках мы учим собаку слышать вас и делать это тогда вам это нужно понимаете понимаете это просто азы послушания вы можете абсолютно выбрать для себя удобную какую-то легкую в исполнении команду которая всегда привлечет вашу собачку привлечет ее внимание на вас любую команду даже я бы это командами не назвала сложно все это объяснять тут у человека должна срабатывать интуиция наверное процентов на 80 к чему я это говорю к тому что если вы пропустили основу ваших взаимоотношений то есть установление грамотных взаимоотношений правильных единственно правильных отношений с собакой о каком о какой потере доверия какого-то понимаете насколько это смешно звучит совершенно не в этом русле нужно обсуждать как научить собаку стричь когти как научить собаку если нет главного бесполезно учить какому-то определенному трюку но если собака вас не слышит не слушает и выполняет что-то только за вкусненькое за взятку тут об управляемости собаки мало что можно говорить поэтому обычно вот все видео которые как научить собаку стричь когти как научить собаку вычесываться да а по сути у грумеров всегда собака привязывается за шею и насильно стрижется и обрезается все манипуляции собакой делаете только вы сами я не говорю о прическах допустим пуделя стричь или жесткошерстиков йорков не об этом а о том что постричь когти и вычесать свою собаку ведь понимаете это элемент взаимного слияния вы же получаете вы должны должны ничего никто никому ничего не должен но в такие моменты испытать счастье близости вот для чего давайте так вот основной вопрос тогда всплывает для чего вам собака вот для чего она если чужой человек стрижет ей когти вычесывает там какие-то процедуры гигиенические выполняет а вам для чего собака вы можете заплатить кинологу и он обучит вашу собаку но он ее обучит под себя понимаете голове у собаки будет звучать его голос а не ваш голос его прикосновения а не ваши как можно чужим людям совершенно посторонним и для вас и для собаки как можно им делегировать какие-то свои обязанности как хозяина эти обязанности ваши поухаживать да за внешним видом собаки там вытесать шерсть эти процедуры они просто должны доставлять вам удовольствие и вам и вашей собаке удовольствие прикосновений удовольствие общения это настолько я бы сказала даже интимные какие-то отношения с собакой когда вы ее в процессе гладите подавляется даже помыть лапы собаки можно по-разному понимаете я мою лапы своей собаки с удовольствием для меня это не обременительная процедура после прогулок понимаете о чем я если вас напрягает мытье лап стрижка когтей где-то даже прогулки с собакой для чего вам тогда собака для чего собака всегда только для удовольствия это не функциональные животные как раньше мы с собакой ходили на охоту мы с собакой добывали мамонта понимаете в современном мире собака которой позволено жить рядом с нами это роскошь и это только для удовольствия никак иначе для тактильного удовольствия это удовольствие общение с живым с частью природы с частью природы понимаете а если собака вызывает какой-то напряг тогда вопрос к вам зачем вам это почему ваша собака вам не доверяет вообще конечно для меня это нонсенс что может произойти такого чтобы собака потеряла доверие к хозяину к вожаку это как вы должны были накосячить то есть если собаке два года и она не безусловно вам доверяет это говорит о том что эти два года вы что-то делали неправильно вы неправильно выстроили отношения со своей собакой учиться нужно этому и тут опыт неправильный который может быть даже передается из поколения в поколение не гарантия того что вы допустим с пятой с шестой собакой научитесь что-то делать если поучитесь то научитесь а если вы будете повторять от собаки к собаке неправильные вот эти выстраивания отношений безусловно собаки разные тут даже спору нет но принцип работы собаками один и тот же все на самом деле очень просто просто нужно делать правильно все другого пути у нас нет и не помогут и не нужны будут никакие лакомства в виде взяток для того чтобы постричь собаки когти вы можете собаку поощрять лакомством но не использовать его как взятку чтобы она согласилась соизволила позволить вам чекануть у себя коготочек ребята давайте сначала поговорим о том что у вас в голове не нужно учить собак нужно учить вас правильно выстраивать отношения с собаками все другого пути у нас нет не нужно собаку блажать ребята я не знаю как достучаться и как объяснить все те эмоции которые я испытываю по этому поводу такая мнимая любовь к собаке всегда заканчивается плохо всегда рано или поздно вы заходите от собаки в каких-то вопросах послушания вас это очень расстроит и вы будете наказывать собаку за это либо до скончания веков прогибаться под прихоти собаки даже не понимая того насколько вы ниже по статусу стоите у собаки давайте скажу так дружеских отношений с собакой быть не может оставьте эти темы зоозащитникам все относитесь трезво собака животное собака это животное очень любимое очень любимое животное но это животный мир ребята отрезвляйтесь это животное как вы можете что-то диктовать собаке если нет доверия какое вы право имеете что-то требовать от собаки ну вот если вы изначально неправильно выстроили отношения почему собака назовите хоть одну причину почему собака должна вас на прогулке слушаться почему назовите мне причин если вы говорите о том что собака потеряла доверие к вам вы просто расписывайтесь в своем бессилии и абсолютной безграмотности понимаете пока вы не построите грамотных правильных отношений со своей собакой вы не будете иметь никакого животного права на управление собаке понимаете все очень просто и отмечу что право это вы не получите физически наказывая собаку ходите кинологам там не глупые ребята они знают они умеют люди этому долгое время обучаются ходите учитесь даже если у вас 5 6 10 собачка я вас уверяю вы чего-то можете не знать это не зазорно вы же учитесь управлять машиной автомобилем правда и даже на самокате вы какое-то время учитесь кататься также нужно учиться выстраивать отношения с собаками если от природы вам этого не дано интуитивно но тогда и не возникает вопросов у таких людей у таких людей вопросов не возникает если проблемы и вопросы у вас возникают идите учитесь берите свою любимую собачку на поводок и идите в группой заниматься и вас там научат устраивать отношения или не научат тут уж новички ничего не бойтесь а старичкам опытным бывалым старайтесь не давать советов никому потому что задумайтесь возможно ваши советы ошибочные до новых встреч и не скучных вам прогулок с питомцами Продолжение следует...